Вот и наступил долгожданный дачный сезон. Многие стараются уехать за город, чтобы отдохнуть и провести как можно больше времени на свежем воздухе. Но не каждый задумывается о том, что весенний-летний сезон – пожароопасный период. Об этом напомнили руководителям дачных кооперативов и садовых товариществ. Наша задача, коллеги, довести до вас всю информацию по существующему законодательству в рамках пожарной безопасности. Это по первому вопросу. По второму вопросу мы кратко обсудим вопрос поддержания общественной безопасности. Чаще всего пожары возникают при сжигании мусора и сухой травы на участках, разведении костров на природе, в зоне риска – жилой сектор. Чтобы предупредить возгорание, необходимо соблюдать ряд правил. Я сейчас зачитаю перечень, что необходимо выполнить руководителям садоводческим комитетом. В первую очередь, это необходимо обеспечить гарантированной связью охранников и лиц, осуществляющих полосусть на дежурстве на территории СМП. Организовать наличие запасов воды для цели пожаротушения и пожарного инвентаря. В целях безопасности во всех дачных кооперативах и садовых товариществах установят видеокамеры, которые позволят отслеживать ситуацию. За первый квартал этого года на территории Одинцовского района произошло 50 пожаров. Это на 10% меньше, чем в прошлом. Ну а пожарные службы уже сегодня готовы к слаженной и комплексной работе. Площадь лесного фонда на территории Одинцовского района составляет 51 415 гектаров. Приказом председателя комитета лесного хозяйства 10 апреля на лесном фонде Московской области введен пожароопасный СИЗО. С этой целью переведены силы и средства лесничных и филиалов Центра лесхоз в режим готовности к тушению лесных пожаров. Руководители дачных кооперативов и садовых товариществ предупредили, что за несоблюдение пожарной безопасности гражданам, юридическим и физическим лицам будут выписываться штрафы в размере от 3 до 500 тысяч рублей.